Бизнес-клуб Но я знаю, что к вам приезжают люди из разных других областей Нью-Джерси, из Нью-Йорка, из Стэдн-Айленда Расскажите, пожалуйста, о себе, когда вы открыли ваш ресторан Я недавно открыл ресторан, то есть где-то 8 месяцев Но до этого была очень маленькая такая, ну, как кафетерия, пиццерия, и там 3 года И там были, и оттуда уже на эти 3 года очень-очень много Клиенты узнали, да? Да, да, узнали, и сейчас уже там, потому что там места не хватало Понятно Ну, всегда интересно узнать, как человек выбирает себе профессию? Как вы пришли в профессию ресторатора? Ну, в принципе, это так случайно случилось Что-то я скучал, и что-то надо было делать И там мой папа имел ресторан в Грузии Очень-очень знаменитый ресторан, очень Между прочим, это было в 80-х годах, там очень давно А название у ресторана какое было? Просто был ресторан Джорджия Да, ну, тоже небольшой, там на 100 человек примерно вот такой Но всегда там очередь там стояла То есть местных порталов бывающих? Каждый день, каждый день Да, и... ну, я все помню, конечно, как они готовили От чего они готовили И... как-то я решил, чтобы... Уже попав сюда, решили, что... и вы тоже можете себя применить на этом Да, у меня был какой-то рецепт, я от него тоже И... потом так случилось, что моя мама приехала А это очень важно стало уже, что мама приехала, она стала готовиться там И это уже совсем-совсем, как сказать... Домашняя кухня, да? Именно домашняя кухня То есть вы всему хорошему научились у мамы и у папы, как я понимаю? Ну, да, да За восемь месяцев работы вашего ресторана Вот что, как вы считаете, главное в ресторанном бизнесе есть? На чем он основывается? Есть какой-то вот кит, на котором стоит этот бизнес? Ну, да, это... это знаете как Там все абсолютно... ну, надо контролировать, конечно Это не легкий бизнес, вообще, ресторан Но, самое главное, что в ресторане было, это очень-очень важно И самое важное, самое первое, что еда была свежая А держать свежую еду, это нелегко И... особенно, когда открываешься сначала И пока людей нету, ну, там, когда маленькая у меня была, да? Рассчитать очень трудно, видимо, да? Ну, конечно, сначала Сначала, да Потому что люди не знают, там, приходишь, там, ледялю Один человек приедет, понимаешь, или два человека Но ты должен быть готова на сто человек приблизительно, правильно? Приходилось выбрасывать? Очень-очень много, я не знаю, сколько тонн я мяс выбросил, понимаете? Но не жалко, потому что человек должен кушать свежую еду Самое лучшее, да? Так что это главное в ресторане, чтобы была свежая и только свежая еда И я так понимаю, что ресторан Мино вот за эти восемь месяцев Научился просчитывать правильное количество, правильные продукты Да, да, но не отсюда, оттуда уже я рассчитываю Но все равно, конечно, выбрасываем, все равно Но это должен быть, потому что у нас заморожено практически ничего нет И все свежее, и придется все равно это самое выбросить Но не так сколько, как много, когда раньше было, конечно, да Я скажу, что была приятно удивлена качеством продукции, которую подают на стол Конечно, здесь есть много ресторанов и большая конкуренция Но то, что у вас действительно готовят очень вкусно И то, что говорили посетители вашего ресторана О том, что вот пришли на прошлой неделе и на это опять появились Потому что очень нравится, как готовят Вот как вам удается держать эту планку? Ведь в Грузии еда готовится из других продуктов Может быть, другого качества А здесь как вам удается сделать, чтобы еда была тоже вот такой же грузинской Такой же национальной, похожей на настоящее грузинское? Да, правильно Это там у нас, ну, я имею в виду, что наш бывший Советский Союз У нас другая вообще материаль Другая мясо, другая там, все другая там Абсолютно другая Все другие продукты, да? Да А чтобы здесь было похоже на нашу еду Это очень-очень тоже, это еще другая работа Что мы работали за это где-то, ну, почти год У нас, мы занимались, чтобы то же самое было, как у нас, допустим, готовят То есть такая же рецептура, чтобы была? Да, да, но рецепт один и другой Немножко еще переделось надо, понимаете, чтобы то же самое было, как у нас Ну, скажите, а вы где покупаете мясо? Потому что грузинская кухня, не секрет, в основном состоит из мясных блюд Шашлык это считается, ну, ваше национальное, что ли, достояние Ну, я еще раз повторю Я, конечно, использую там пару базов, которые, ну, я выписываю оттуда этот самый продукт Но основной я беру фермер, который там свежий, сразу там Я выбираю какое-то самое, мне надо, допустим, животное И вот оттуда этот самый 90% я оттуда выписываю точно Ну, и чтобы блюдо получилось настоящим грузинским, наверное, нужны настоящие грузинские повара Вот расскажите о ваших шефах немножко Да, это все грузины, что у меня работают, абсолютно все грузины там повара Но они, это немножко по-другому там Женщина должна у нас это как-то так, что женщина должна делать там хачапури там, допустим, там С орехом там какой-то, ну, допустим, баклажаны с орехами там, с адси И эта женщина все как-то должна делать Мужское это мясо с мясом, понимаете Так что три человека работают и, конечно, один из них шеф-повар, да Но он даже не сможет смешиваться, когда женщина готовит этот самый, понимаете У нас немножко по-другому кухня По-другому построена работа Да, да, да Понятно, ну вот какими рецептами, какими блюдами вы можете похвастаться перед нашими телезрителями? Ну, у нас обычно... Ну, шашлыки, наверное, это первое, да? Ну, шашлыки, это да Но это как-то самая легкая часть Да, да, шашлыки это не все, да, там Не уходит от нас, не уходит человек, который вот и баклажаны с орехами не попробует, да Хачапури у нас там 3-4 разных, там, аджарский этот, как лодка называется, Титаник мы называем Вот без хачапури и без этого баклажаны с орехами практически никто не уходит от ресторана, да Ну, я знаю, что вы еще славитесь своим блюдом хинкали, да? Да, хинкали, да, это, ну, самое главное хинкали, да Это именно самое главное, которое очень много работы, очень... То же самое, оно тоже должен быть тоже очень свежее, чтобы... Ну, хинкали это грузинский, как сказать... Самое-самое главное, ну, без хинкали это как без воздуха, ну Давайте тогда послушаем, что ваши... Что ваши постоянные клиенты и что ваши сотрудники думают о ресторане Мино Внимание на экран! Грузинскую кухню можно сравнить с грузинской песней Она такая же душевная, многоголосая и она невероятно вкусная Блюдо грузинской кухни – еда богов Ни в одной национальной и традиционной кухне других народов нет такого обилия еды, таких умопомрачительных запахов И такого желания съесть все, что лежит на тарелке Существует красивая, не совсем обычная легенда о появлении грузинской кухни Когда-то очень давно бог жил на земле Однажды ему пришлось перебираться через Кавказские горы Во время восхождения из котомки бога выпали хлеб и мясо Там, где упали эти продукты, через много веков появилась Грузия Страна, в которой чтят и любят кулинарные традиции Страна, в которой трапеза – это не просто поглощение еды, а культура вкуса неторопливых бесед и песен Нам очень нравится ресторан «Мимино» И сегодня мы здесь празднуем день рождения моего мужа В очередной раз Это очень хороший ресторан, очень хорошая кухня И замечательный хозяин, который очень уважает своих посетителей И очень рад, очень гостеприимный человек Очень хороший ресторан, очень хорошая обстановка Хороший хозяин, гостеприимные люди, очень вкусная еда Я могу только всем людям сказать, что приходите в этот ресторан и вы не пожалеете Я – ирландка, мой муж – грек Мы оба любим этническую кухню Специально приехали сюда из Бруклина Здесь потрясающе, особенно с точки зрения американцев Все очень понравилось Мы очень рады, что здесь открыли такой хороший ресторан Грузинский ресторан «Мимино» Приезжайте сюда с друзьями и я желаю всем хорошего Нового года Здесь очень хорошая команда, которая всегда с радостью вас обслужит Здесь всегда очень вкусно, и люди приходят не только русские, а и американцы Поэтому будем всегда рады вас видеть Мне очень нравится здесь работать, поскольку команда и поваров здесь хорошая, и официантов Поэтому приходите, будем рады вас видеть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вы смотрите программу «Бизнес-клуб» И напоминаю, что сегодня у нас в гостях Георгий Аделашвиль Владелец ресторана «Мимино», который находится в Центральном Нью-Джерси Георгий, ну не секрет, что ресторанный бизнес не самый простой бизнес В который люди не всегда бросаются с головы Потому что очень много всяких подводных камней, которые нужно знать, которые нужно изучать И все-таки, как вот вам удается в условиях жесткой конкуренции? Ведь очень много всевозможных блюд разных народов, разных кухонь Можно попробовать у нас в Нью-Джерси Как вам удается выстоять в бизнесе? То, что конкуренция, это хорошо, очень хорошо Потому что, когда конкуренция бывает в любом бизнесе, да? Там они питаются, чтобы всегда вкусно делали, всегда дешевле делали там и так далее Но это хорошо для нас, для потребителей, а вот для бизнесменов? Для нас тоже как-то интересно тоже, понимаете? Стимулирует, да? Ну да, да, не спешит, понимаешь? Всегда что-то хочешь, чтобы придумать Вот за это уже интересно Когда нет конкуренции, я думаю, что неинтересно ничего Но я думаю, что вашу грузинскую кухню люди, когда распробуют, я имею в виду, американские ваши потребители Они обязательно будут приходить, потому что, так как в начале прошлого века здесь был бум с пиццей Так вот сейчас может наступить бум с вашей грузинской пиццей Это будет, я думаю, что очень сложно, потому что американцы, когда заходят, ну им нравится, конечно, там очень много, многие, которые бывали в Грузии, допустим, да? Они уже знают и с удовольствием кушают, и уже знают, что заказать, понимаешь? А которые не знают, да? И вот хачапури мы предлагаем, чтобы хачапури покушали, так грузинская пицца, да? Да, допустим, ну они что-то там, что почему там соуса, соуса нет, пицца соуса, да, ну уже это очень сложно им объяснять, которые они знают Ну это привычка, да, конечно Да, но многие возвращаются в американцы, да Но наши постоянные клиенты, это, ну, Советский Союз Люди, которые побывали в странах Сангрии, которые побывали в Русинске Да, и для этого я открыл ресторан для бывшего Советского Союза Георгий, понятно, что, ну вот хачапури – это одно из таких популярных блюд в вашем ресторане Вы сами пробовали, наверное, кухню разных народов, путешествовали тоже, и наверняка знаете другие всякие блюда Вот понимаю, что грузинская кухня на первом месте, а какая кухня на втором? Что нравится вам? Грузинская кухня первая, наверное, ну для меня, правильно? Ну да Да, да, ну я не знаю, ну как можно сравнять, ну очень, ну у всех бывает там очень, например, французская кухня очень итальянская Ну по-своему это кто, как, что любит Ну а вам какие блюда больше всего нравятся? Мощные, мясные, молочные? Мясные, конечно, мясные Овощи я ненавижу, да, и это самое, только мясо, мясо, я думаю, что видно тоже, да Но есть ли какие-то фирменные рецепты в вашем ресторане, ну секрет которых вы никому не раскройте? Никогда и ни под каким предлогом? Ну у нас есть такие рецепты, да, такие блюда, что абсолютно нельзя этого говорить, и это только, ну, мои рецепты, наши рецепты, и это никак можно, никак, никак невозможно, чтобы это кто-то, допустим, узнали, понимаете То есть это такой фамильный секрет теперь остается, да? Ну это да, наши семени, семени этот самый секрет, там, хачапури, там, у нас есть еще такой лулакабаб, который этот самый, там, она, этот рецепт, ну, невозможно просто это, так Пожалуйста, кусть, если нету денег, да, приходите, пожалуйста, кушать, сколько хотите, но за рецепт, ну, если бы предложили большие деньги, продали бы? Я думаю, что не стоит продавать, семени какой-то секрет, понимаете Хорошо, как любой русский ресторан, наверное, вы задействованы только в выходные дни, потому что, не секрет, что ресторанному бизнесу выживать в будние дни очень тяжело Как у вас обстоит дело? Нет, мы открыты пять дней, и люди заходят пять дней Пять дней заходят? Ну, я хочу, чтобы семь дней было открыто, это очень-очень тяжело в грузинском кухне, чтобы семь дней было открыто, но я хочу, чтобы семь дней было открыто, ну, шесть дней, что-то Но сейчас, в данный момент, 5 дней мы открыты, кроме панели электроники, мы работаем, да, 5 дней. Ну, судя по тому, что разрастается, в общем-то, популяция русскоговорящих, русскоязычных наших с вами бывших сограждан в Центральном Нью-Джерси, я думаю, что отбоя посетителей у вас не будет. И судя по тому, что бизнесы русские все-таки осваиваются в Центральном Джерси, и, наверное, они могут заказывать у вас еду и в офисе, если они хотят. Ну, это, да, да, там есть разные, допустим, банкеты, там меню, там обычный локар, там ту-гоус меню, и заказывают, да, и люди сборят. И вы доставляете, да? Да, доставку тоже делаем, да, сами приходят, берут и так далее. По ценам, как можно вас сравнить с другими ресторанами? Ну, цена очень недорого, очень дешевле, она практически должна быть в два раза больше, как есть, но я не хочу, я хочу, чтобы все смогли покупаться и все смогли попробовать. То есть, ваша задача сейчас – дать людям возможность попробовать настоящую грузинскую кухню, подсадить, так сказать, их на настоящую грузинскую кухню с тем, чтобы они приходили к вам всегда. Да, 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 я не хочу подорожать цену, ну, как есть, ну, нормально, в принципе. Есть такая поговорка «хлеба и зрелищ». Вот про хлеб мы поговорили, а как насчет зрелищ в вашем ресторане? То есть хлеб. Как насчет зрелищ в вашем ресторане? Я имею в виду интертеймент. Это еще как, который поет у нас певица, это, конечно, что это просто, мне очень-очень повезло, как мама приехала, когда открылся там. И вот именно так тоже повезло, что это Нине приехала сюда. Ее фамилия Шермадыни. Нине Шермадыни, она выиграла конкурс «Х-фактор» в Греции 2009 или 2010. Это вот она как раз приехала, и я очень счастлив, что она со мной поет, и это просто надо послушать, понимаете. Как будто в конце ты сидишь и в конце слушаешь. То есть кроме того, что прекрасная кухня, есть еще и замечательная певица, которая развлекает гостей. Нина Шермадыни, я думаю, что ее легко будет найти в интернете тем, кто заинтересуется. Да, да, Нина Шермадыни. Георгий, какие планы вот на этот год, 2014 год, который только что наступил, и который, я надеюсь, будет успешным для всех, для нас? В этом году мы планируем, чтобы мы расширяли еще меню. То есть добавляли новое блюдо? Да, 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 это не все, это только начало, да. Это то начало нашего ресторана, так что меню будет еще и еще больше, и потому что невозможно это сразу расширяться, потому что каждое блюдо надо отработать, понимаете, и потом уже, чтобы 100% уже уверен, что это блюдо уже такое есть, как в Грузии, да, допустим, и вкусное, да, уже надо, то есть, занести в меню. Так что это не так просто. Это большая работа, да? Да, большая работа, да, каждое, каждое блюдо очень большая работа, здесь, в Америке, там в Грузии нет, очень легко, потому что уже знаю, что за материал, да, так что в этом году еще добавляем там 3-4 блюда, такое очень-очень особенное блюдо, да. Ну что ж, Георгий, я желаю вам удачи, успеха, и надеюсь, что все у вас получится. Спасибо большое, спасибо. Желаю вам открыть сеть грузинских ресторанов по всей Америке. Спасибо большое, спасибо. Это была программа «Бизнес-клуб», и сегодня у нас в гостях был Георгий Адзилашвили, владелец ресторана «Мимино», который находится в Центральном Нью-Джерси. Оставайтесь на канале НТВ Америка, и всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok